Доходы бюджета Харьковской области на 2017 год сформированы в объеме 8 миллиардов 800 миллионов гривен. Такая же сумма предусмотрена на расходную часть. Главный финансовый документ региона в защищенных статьях поддержали 99 депутатов из 103. Голосовавших против не было. Я думаю, это хороший показатель конструктивной работы во имя и во благо жителей Харьковской области. Были изменения, также важные изменения в бюджет 2016 года. По важным основным позициям заложено 6,5 миллионов гривен на поддержку участников антитеррористической операции для приобретения, а также строительства жилья. Были заложены финансовые ресурсы на льготное медицинское обслуживание чернобыльцев. В следующем году на здравоохранение планируется потратить почти полтора миллиарда гривен. На образование больше 700 миллионов, на социальную защиту и соцобеспечение почти 300 миллионов. В документ заложены выплата зарплаты бюджетникам, а также расчеты за энергоносители. Деньги на региональные программы, капремонты и дороги будут распределены на внеочередной сессии облсовета, которая состоится после утверждения государственного бюджета. Когда мы будем собираться, возможно, в конце февраля или марта проводить очередную сессию, то тогда мы будем знать все параметры государственного бюджета. К этому времени мы посчитаем все средства, которые нужно направить на обеспечение работы защищенных статей наших коммунальных учреждений до конца года. И тогда мы сможем увидеть свои возможности и ресурсы, которые мы направим на бюджет развития и, конечно же, на вопросы, связанные с капитальным строительством. Депутаты утвердили программу экономического и соцразвития региона на следующий год. В список первоочередных капиталовложений в объекты социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства включены около 200 объектов. Финансировать работы планируют из разных источников. Мы вышли на загал за 9 месяцев куточного года на четвертое место по капитальным инвестициям. Что это означает? То, что наше предприятие вкладывает деньги в свое производство. В ближайшие пять лет в области планируют снизить потребление газа до 5%. Весь план действий расписан в принятой программе энергоэффективности региона. Среди ключевых моментов – модернизация систем централизованного теплоснабжения, утепление зданий, переход на светодиодное освещение и использование альтернативных видов топлива – пилет, щепы. При этом вопросу сохранения древесины депутаты уделили особое внимание. С начала года в регионе зафиксировано почти 160 случаев незаконной вырубки леса. Убытки составили порядка 4 миллионов гривен, а с нарушителей взыскали только 119 тысяч. В связи с этим народные избранники решили направить в кабин обращение с просьбой внести изменения в действующее законодательство и ужесточить наказание за незаконную вырубку, изготовление, кражу, переработку, покупку и продажу леса. Безусловно, нужно наводить порядок. Это полный беспредел. Не может быть так, что какие-то непонятные браконьеры заезжают, вырубывают. Это все несет урон Харьковской области. Будем думать, как решить этот вопрос. Подключайте правоохранительные органы, подключайте службу безопасности Украины, которые должны отвечать за положение дела. Также депутаты выделили помещение для работы волонтеров. Организация «Станция Харьков» более двух лет помогает переселенцам и местным жителям. За это время общественники сменили несколько площадок и в очередной раз вынуждены съехать, поскольку средств на оплату аренды нет. За помощью обратились к областным властям. Те помещение основное, которое нам предлагают в помещении Хатоба, нас целиком влаштовывает. И мы про это публично заявляли, что это помещение нам подходит. Воно не находится в аварийном состоянии. Там действительно нужны ремонты. Мы будем вдячны, если нам кто-то поможет с этим ремонтом. Если нет, то будем делать это, как всегда, методом фандрайзинга и краудфандинга, собирать деньги и ремонтировать это помещение, потому что другого выхода у нас нет. Решением сессии волонтеры получили в безвозмездное трехлетнее пользование помещение в здании Харьковского национального театра оперы и балета общей площадью в почти 600 квадратных метров. Я считаю, что сегодня было как никогда конструктивно принято решение. Это полный конструктив, когда и власть, и общественность находят общие позиции, и станция Харьков будет обеспечена помещением так, как в принципе и было задумано. Появились в Харьковской области пять новых почетных граждан, выбранных из 20 кандидатов. В их число вошли бронзовый олимпийский призер по прыжкам в высоту Богдан Бондаренко и призер паралимпийских игр по плаванию Максим Крепак. Всего в регионе 55 почетных граждан Харьковской области. Надежда Тофан, Алексей Калмык, Медиагруппа «Объектив».